Приветствую вас. Алкоголизма, как скажу, у вашего мужа, может быть, еще нет. Вот вопрос, который вы задаете, он не совсем про психологию. Вопрос, который вы задаете, больше связан с наркологией, наверное, с каким-то таким освидетельствованием медицинским, вот, что сделать на уровне, вот, ну, на текущем уровне, нельзя, конечно, никто не будет, никто не будет делать какое-то освидетельствование вот только по вашему описанию, потому что этого слишком мало для, ну, для составления информации, это слишком мало для того, чтобы делать выводы, чтобы делать серьезные выводы, по крайней мере. Вот, и, соответственно, да, ваш муж, он же употребляет алкоголем, это еще не алкоголизм, потому что, ну, на мой, по крайней мере, взгляд, это еще не алкоголизм, но это уже совершенно очевидная такая интеграция алкоголя в повседневность. Смучает несколько ваша позиция такая жесткая по алкоголю, то есть, понимаю, не понимаю, выглядит она очень жесткой, выглядит она слишком рационализированной, вот, и вы говорите, что между вами и вашим мужем, вот, есть, ну, есть проблемы с взаимопониманием, и, ну, вполне возможно, что имеет смысл обратить внимание на это, и, может быть, стараться проблемы-то разрешить, там, потому что не так уж, мне кажется, это было бы и сложно, если бы, если бы у вас, например, у обоих это было бы желание, ну, или хотя бы у вашего мужа, например, было бы такое желание, вот, то есть, мне кажется, что не стоит торопиться с и, ну, если бы мы, наверное, разводом, развод, развод, уйти, это то, что всегда, по большому счету, можно успеть сделать, вот, а вот восстановить отношения, да, ну, именно, именно, вот, как-то восстановить отношения, это то, что будет сделать всегда достаточно сложно, поэтому, мне кажется, что вы здесь в какой-то степени спешите, вот, либо у вас есть какое-то акцентированное отношение на коллега-коголе, то есть вы уже готовы, готовы, относиться к нему как негативно, либо, либо есть еще какие-то проблемы, неизванные, и, в общем, мы будем, э-э-э, вследствие чего, вы, э-э-э серьезно рассматривайте, в обмену своего ухода, от него, самостоятельно, все-таки сама по себе ситуация, связанная с алкоголем, ну причиной расставания может быть вряд ли. Вот. То есть да, когда это уже такая прям патологически серьезная деструктивная форма, то да, а в общем случае это еще, ну это еще не критическая такая ссора, это конечно серьезная, но не критическая еще такая ссора. Вот. И в общем-то вы можете как-то вот вынести проблемы на обсуждение, да, вы можете начать об этом говорить, вы можете начать с мужем обсуждать, вы можете начать рассказывать какой-то протест, если он у вас есть. Мне кажется, что вы имеете на этом полное брана. Вот. И соответственно только нежелание вашего мужа решать проблемы, может послужить реальным основанием для того, чтобы уже разводиться. Вот. То есть тут основная задача это не наделать каких-то вот глупостей и не разрушить союз. Вот. Если есть недопонимание, то его можно решить. Если есть недопонимание, то его можно решить. Другой вопрос. Хочется делать это ваша машина или нет? Вот. Хочется он там, допустим, разбираться с тем, что его беспокоит, что его гложет, что его тревожит, почему он, собственно, вот злоподоблят алкоголем откровенно, да. Вот. И, вы знаете, ну вот, как правило, рассуждая, как правило, разбирая подобные ситуации, практически, практически, я не говорю, что всегда так, но практически всегда, у нас выясняют какие-то вот другие вещи, не связанные изначально вообще с алкоголем, да. Возникают какие-то конфликты, какие-то схорычки, какие-то проблемы и так далее. Вот. В этом направлении, мне кажется, нужно двигаться иван. Вот. А развод? Ну, развод, вы всегда можете оставить развод в качестве последнего средства, если никаких других способов решить проблему уже не будет. Вот. Я не думаю, что кто-то будет заставать, оставаться с мужем, ну и попытаться понять алкоголь, алкоголик он или нет, это, скажем так, отход от, эээ, само себя, само себя. Вам нужно решать, что вы чувствуете к мужу, вам нужно решать, какое у вас самоотношение, вот, вам нужно решать, чего, например, вы для него хотели бы, что вам для него хочется, вот, и вам, соответственно, стоит ответить себе на вопрос, и вы готовы ли вы что-то для него делать, вот. Такая вот история, эээ, то, что я могу, то, что я могу вам сказать, то, что я могу в матке ответить. Вот. Вы говорите, что он идёт в неверном направлении, ээээ, сложно, 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 эээ, мы с вами поспорим, действительно, человек идёт, эээ, в не том направлении, но, эээ, вместе с тем, у этого всегда есть некоторые основания, того, что он идёт именно туда, куда он идёт, и без понимания этих оснований, вряд ли можно, с уверенностью сказать, что работа принесёт, эээ, какое-то, ну, какое-то удовлетворение, потому что, эээ, в том числе вы, в том числе вы, как бы это было неприятно, в том числе вы, эээ, впровоцировали, эээ, в том числе вы, впровоцировали своего мужа на, вот, ту позицию, которую он сейчас пьёт. Понятно, что в нём паровная склонность была заложена всегда, но, эээ, вы предложили к этому руку тоже, и будет лучше просто для вас, если вы это признаете и не будете снимать с себя ответственность. Вот, эээ, так, ээ, уйти не дожидаясь неприятных событий, либо я слишком сильно преувеличиваю, потому что нет, вы не преувеличиваете, свой дискомфорт вы не преувеличиваете, но он не связан ни с кого, у вас дискомфорт не связан с алкоголем, так скажем. Эээ, вот, в принципе, то, что я могу сказать, да, вот вы говорите, пиво по 3-4 литра один раз в неделю точно в таком состоянии заснуть не может, садиться в виде игры, до утра сидит, и что, как бы, ну, и что, утром спать не может, так как только-только день потерян, вот что это значит, Юля, эээ, вы говорите, что день потерян, день потерян, день потерян, простите, простите, для кого? То есть, эээ, день потерян для вас, или день потерян для мужа, вот я не очень на этот момент, я лучше, если честно, лавлю, то есть как это всё относится к вам, вот. А, значит, эээ, дальше, эээ, значит, утром встать, так, рабочая неделя, один раз в неделю, у меня отношение к алкоголю достаточно чёткое, понимаю, эээ, пить, прибавление, я считаю, тоже назначил алкоголь, эээ, нет, ну, пить пиво, я считаю, это крепче по любому поводу, я считаю, тоже назначил, эээ, нет, алкоголизм, это, не, абсолютно алкоголь, алкоголизм девичек, это, по-выде, по-хмелью, по-хмелью, ну, вот, а, то есть, что алкоголизм идёт по-хмелью, а то, что ваш смысл сейчас, это, скорее, про спиансово, потому что, вот, у вас, эээ, возникло недопонимание, вот, то есть, эээ, почему-то рождение дочери и, эээ, смерть вашего отца, повлияло на, ваше взаимопонимание, и сказывался недостык, что, эээ, в какой-то момент вы отдалились, и муж начал, эээ, компенсировать отдаление, именно, вот, эээ, алкоголизм, я бы так сказал, в крайней мере, это, вот, то, что, ну, то, что, по мой взгляд, эээ, происходит, вот, и, соответственно, эээ, в первую очередь, ну, нужно попытаться, вот, эту, вот, отдалённость, то, что, компенсирует ваш, ээ, муж, да, нужно, эту отдалённость попытаться преодолеть, вот, ну, получится у вас это сделать, нет, получится у вас это сделать, да, это уже, эээ, на самом деле, вопрос, это уже, на самом деле, вопрос, эээ, ну, другой, это вопрос, совершенно другого характера, вот, так же, так что, такая вот, эээ, история, такой ответ, я могу вам дать, а вот, эээ, исходя из, эээ, того, что вы, сами написали, а вот, эээ, ну, добавить, конечно, не больше ничего, то есть, нужно делать анализ, нужно делать анализ, эээ, ваших, эээ, взаимоотношений, ээээ, с мужем, вот, постараться, ээээ, компенсировать, ээээ, то недопонимание и те, ээээ, проблемы, которые у вас, ээээ, возможно, есть, и там дальше уже, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Что делать дальше? Вот, в принципе, такая история. Такой момент, я надеюсь, не помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, удачи, и надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим образом для вас.